Дня не проведет, а полгода прошло. Дня не было, чтобы я не плакала. Именно здесь, на трассе Москва-Холмогоры, полгода назад произошла эта страшная авария в 300 метрах от указателя Ростов со стороны Москвы. Дело было рано утром, поэтому водитель микроавтобуса «Фольксваген» уснул за рулем. Вернее, вздремнул на секунду, а когда открыл глаза, предпринимать что-либо было уже поздно. Сначала автомобиль врезался в отбойник, однако после первого удара последовал второй. Микроавтобус вынесло на дорогу, где он столкнулся с фурой. Один человек, пассажир автомобиля «Фольксваген» погиб на месте происшествия. Остальные люди, около семи человек, были доставлены в больницу Ростовскую ЦРБ. В результате один человек также в реанимации погиб. Одному человеку был причинен тяжкий вред здоровью. Остальным пассажирам, в том числе и водителям, были причины различной степени тяжести вред здоровью. Валентина Малышева поясняет, теперь не только ее внучка Полина осталась без мамы, но и молодой человек Полина Никита. Пара объявила о своих отношениях родителям, а те, в свою очередь, чтобы получше познакомиться и отправились вместе на отдых за границу. Две мамы погибли, понимаете? Вот они за руку взялись, все время молчком, все время. Ну, тяжело, понимаете? Это считайте, у них ни мамы не осталось, ни бабушки у молодых не будет. Олег, супруг погибшей Натальи Панфиловой, также был тогда в микроавтобусе. Именно ему был причинен тяжкий вред здоровью. После аварии мужчина пять месяцев провел в больнице. Дело Александра Гомзина сегодня рассматривалось в особом порядке. Подсудимый признал вину. В итоге суд приговорил виновника ДТП к двум годам шести месяцам условно, с испытательным сроком три года. Также на год шофер лишился прав. При вынесении учтены смягчающие обстоятельства. Двое детей на иждивении, помощь и времяление с пострадавшими. Ольга Преснухина, Олег Лушников, День событиях.